Такая одежда смущает прохожих. Летом многие малокультурные жители Петербурга стали появляться на улицах с обнаженным торсом, либо в нелепых пляжных костюмах. Это неэстетично и оскорбляет остальных горожан, которые и летом предпочитают появляться в публичных местах в подобающей одежде, а не в одних шортах, плавках и сланцах. При этом ограничения не будут затрагивать отдыхающих на пляжах, в парках и подобных местах. При этом в понятии общественные места, согласно инициативе, должны быть включены площади, парки и предприятия общественного питания. Между тем, сегодня уже существует подобное ограничение для желающих отправиться на прогулку в стиле ню. Штраф за появление в общественных местах в обнаженном виде составляет от 500 до 1000 рублей. Кроме того, в некоторых государственных учреждениях, ресторанах, банках Свердловской области существует свой дресс-код как для сотрудников, так и для посетителей. К примеру, в городской администрации сотрудникам рекомендован деловой стиль одежды. Для посетителей ограничений нет. Тем временем, в общепите за соблюдение в заведении этических норм борются намного жестче. Если к нам зайдет гость с голым торсом, мы попросим его одеться. Или в противном случае покинуть наше заведение. Здесь отдыхают с детьми. Да и в принципе, я думаю, гостям может быть неприятно находиться в обществе полуобнаженного человека. Это в конечном счете неэтично и неуважительно по отношению к другим посетителям. Запрет ходить в купальниках по площадям и улицам сегодня существует в Италии, Испании и Карибских островах. Несмотря на то, что в этих странах много туристов, предпочитающих морской отдых, за чистоту нравов в них борются беспощадно. Будут ли такие ограничения действовать в России, пока неизвестно. Законопроект в ближайшее время рассмотрят депутаты Государственной Думы. Антон Захаров, Александр Миханошин. Новости Екатеринбург. А у меня на этом все. Если у вас есть важная информация, делитесь ею с нами. Все контакты можно найти на нашем сайте в разделе новости Екатеринбург. Продолжение следует...